Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции вне рука следующая. У человека очень часто опухает горло. Вот оно опухает, но не болит. И, конечно, любого человека это ставит в недоуменное состояние. Причем, когда он приходит к терапевту, начинает говорить о том, что у него опухает горло, но не болит, то нужно знать, в каком состоянии меридиан печени. Почему? Потому что он своим внутренним движением, мы видим, пунктирная линия проходит в области горла, шеи. И частенько данный меридиан, не выполняя свою функцию, то есть, либо воспаляя здесь, энергетика останавливает и воспаляет все на своем пути, либо слабенькая энергетика не может подняться и навести здесь порядок. То же самое, меридиан не выполняет свою функцию, и уязвимое место у человека горло, ну, допустим, такой знак зодиака, как тельцы, у них частенько, что проблемы с горлом, то необходимо знать, что точка F3 тайчунь помогает при всех проблемах с опуханием горла без боли. Вот опухла, ну, и человек не знает, что делать, скажем, и человека даже, допустим, это тревожит. Вот, и через точку F3 тайчунь вы можете, чтобы благоприятно бороться с таким проявлением болезни, как опухание горла без боли. Ну, это редкий случай, частенько все-таки боли сопровождают при всеразличных опуханиях. Ну, вот, пожалуйста, не бейте тревогу, нужно знать, в каком состоянии ваши меридианы. Зачастую люди об этом не знают, даже не хотят знать, даже не думают, и даже не развиваются в этом направлении. Легче съесть антибиотик на сегодняшний день какой-то, который наведет порядок. Ну, может быть, порядок он и не наведет, ну, притупит эту болезнь. Но это не значит, что завтра в меридиане данная энергетика не опять начнет двигаться, скажем так, в негативном направлении, либо негативно себя проявляет. И опять не вызовет ту или иную опухоль горла, гортани и еще все различные. Так что, пожалуйста, не ждите, что западная медицина вам поможет. Она вам поможет до поры до времени. А восточная медицина вам покажет, где есть, скажем так, уязвимые места, на которые вы должны обращать внимание. И с профилактическими воздействиями массажных точек, что стараться свой организм держать в норме, в тонусе. И он вам отплатит тем же. Отплатит не болезненностью, а вам отплатит разумом. Спасибо за внимание.